Детали И при этом изучить каждую мелочь В мире науки, медицины и новых технологий Смотрите сегодня Читать по губам Ученые создали устройства Распознающие речь по мимике лица Защитный рефлекс Узнаем какой механизм Позволяет атмосфере самоочищаться От вредных веществ Закрасться в голову Ученые выяснили как особенности В работе мозга связаны с политическими Предпочтениями человека А также на запчасти Расскажем о новом дизайне ноутбуков Который позволит сократить электронные отходы Чтение по губам Такой функцией обладает устройство Разработанное учеными Корнеллского университета На вид это простые очки Затем лишь исключением Что в них встроены едва заметные глазу элементы Позволяющие следить за мимикой человека Который этот гаджет носит Подробнее о самой технологии А также о том, какую пользу Такое устройство может принести Узнаем в следующем сюжете Чтобы создать устройство для чтения по губам Ученым из Корнеллского университета Понадобились обычные очки И несколько миниатюрных элементов Для генерирования и улавливания ультразвука Гаджет, распознающий мимику пользователя Получил название «Эко-спич» В процессе использования устройства Динамики, размещенные на одной стороне очков Генерируют звуковую волну, которая проходит через лицо И улавливается микрофонами, размещенными на другой стороне очков По мере прохождения ультразвука Различные части лица блокируют сигнал Если проанализировать то, каким образом это происходит То можно зафиксировать некий уникальный рисунок Система улавливает только ультразвук Отфильтровывая его от остальных звуковых частот Информация о том, что смог уловить микрофон Отправляется на телефон, где она обрабатывается С помощью специально созданного алгоритма Это двухсторонний процесс Сначала происходит обработка акустических данных После этого в дело вступает новейшая модель глубокого обучения Она расшифровывает информацию, которую сигнал в себе несет Все это происходит непосредственно в смартфоне Без использования интернета Так что эти личные данные надежно защищены В своей нынешней версии система может распознавать 31 ультразвуковой рисунок А значит, она может работать с таким же количеством ключевых слов Это могут быть слова вроде 1, 2, 3, 4 Команда для навигации, музыкального плеера Или голосового помощника Наподобие Алекции или Гугла Мы планируем расширить этот список А также сферы его применения Чтобы система была более подходящей Для ежедневного использования Исследователи надеются, что их алгоритм в будущем сможет работать с таким же объемом материала, как и современные системы распознавания речи Для этого нужно будет иметь тысячи слов в своем словаре Это цель, к которой мы стремимся Мы все еще работаем над усовершенствованием проекта Важной особенностью гаджета является то, что он настраивается индивидуально под каждого пользователя То есть перед началом использования системе нужно будет предоставить данные об особенностях мимики владельца Технология, над которой мы работаем, очень сильно зависит от индивидуальных особенностей пользователя От того, как он говорит, какую мимику использует Все это добавляет вариативность в улавливаемый звуковой сигнал Поэтому перед началом использования системы Ей нужно предоставить данные, которые ее натренируют Нужно надеть очки и проговорить некоторые слова Согласно инструкции на экране телефона Сейчас это занимает от двух до шести минут Чем больше людей будет пользоваться таким гаджетом Тем больше у системы будет данных И тем совершеннее, быстрее и точнее будет алгоритм Но уже сейчас, как показали тесты, вероятность ошибки составляет не более пяти процентов В обычной беседе двух людей приемлемое количество ошибок составляет около пяти процентов Поэтому если система работает с таким же уровнем точности То у нее не будет проблемы с пониманием того, что хочет сказать человек Мы также протестировали то, как будет вести себя устройство при использовании на ходу И вероятность ошибки осталась такой же, как и в случае его использования в шумной среде Если говорить о сфере применения устройства, то авторы разработки видят здесь множество сценариев Эко-спич может стать как бесшумным пультом управления телефоном Так и помощником для людей, имеющих проблемы с функционированием речевого аппарата В последние несколько дней мы даже получили несколько запросов от людей, которые перенесли операцию на голосовых связках Или просто не могут говорить Они рады появлению нашей технологии Поэтому мы идем дальше и активно работаем над созданием синтетических голосов, которые озвучивали бы мимику человека Таким способом мы хотим вернуть людям способность говорить Также одним из направлений может стать создание интерфейса для бесшумного общения на расстоянии с использованием лишь мимики лица Андрей Деркач, Юрий Закревский специально для программы «Детали» Миссия «Джуз» отправилась к Юпитеру на этой неделе Путешествие аппарата, разработанного Европейским космическим агентством, продлится 7 лет Главная цель — собрать как можно больше данных о трех спутниках Юпитера, на которых есть условия для возникновения жизни Запуск аппарата состоялся в пятницу, 14 апреля, из космического центра в Куру во французской Гвиане «Джуз» намерен изучить три спутника Юпитера — Калисту, Европу и Ганимед Для этого он несет на своем борту 10 передовых научных инструментов Наиболее многообещающей в плане поиска в жизни является Европа Считается, что дно океана на этом спутнике каменистое Вокруг Европы «Джуз» совершит два облета Кроме того, запланирован 21 облет Калиста, который также может иметь соленый океан Но основная цель миссии — изучение Ганимеда, спутника, чей размер больше Меркурия Инженеры ЕКА надеются, что в 2035 году аппарат сможет приблизиться к Ганимеду на расстоянии в 400 километров Или даже ближе, если хватит топлива Ганимед также интересен тем, что у него, как и у Земли, есть магнитное поле Другие новости недели далее в нашем дайджесте Исследователи из Милана создали прототип съедобной батареи Которая, как они надеются, поможет разработать новые безопасные медицинские устройства Для исследований внутри организма человека Батарея на 100% создана из пищевых продуктов В качестве анода в нем используется рибофлавин Витамин, который содержится в миндале Катодом служит кверцетин, содержащийся в каперсах Активированный уголь обеспечивает электропроводимость Сепаратор внутри батареи для предотвращения короткого замыкания Сделан из водорослей нори Которые обычно используются для приготовления суши Электроды батареи покрыты пчелиным воском С двумя съедобными золотыми контактами Команда ученых надеется, что съедобная электроника Пригодится в диагностике и лечении желудочно-кишечных заболеваний А также для контроля качества продуктов питания Полиция Нью-Йорка получила трех новых роботов-собак Они будут помогать полицейским проникать в замкнутые пространства Например, метро или театры В случае необходимости ликвидации угрозы От забаррикадировавшихся там преступников Во время этих операций Дигидок будет передавать видео в режиме реального времени А также собирать все доступные данные Собаки-роботы не вооружены И не оснащены программным обеспечением Для распознавания лиц Полиция Нью-Йорка начала использовать Дигидок Несколько лет назад Но прекратила эту инициативу после общественной критики Полицейские также протестируют Беспилотную роботизированную камеру наблюдения Для патрулирования заданных маршрутов И систему под названием Star Chase С помощью которой смогут ставить GPS-метку На скрывающийся от них автомобиль с преступником Это позволит отслеживать передвижение злоумышленника Без физического преследования в оживленной городской среде Ледники Пиренейских гор исчезнут уже через 10 лет Такой вывод озвучили изучающие их ученые Главную роль, здесь говорят исследователи, играет изменение климата Всего с 1984 года в Пиренеях исчезло 28 ледников 17 оставшихся ледяных щитов в прошлом году потеряли в среднем 2 метра своей толщины Из-за рекордно теплого лета За последние 150 лет температура поднялась здесь на 1,5 градуса по Цельсию Чтобы проанализировать ежегодную потерю льда Ученые использовали спутниковые снимки высокого разрешения И изображения, сделанные во время исследовательских полетов Они сравнили их с данными, полученными в ходе выездов на места И 3D-моделями горных хребтов, созданными прошлым летом с помощью дронов Некоторые исследователи утверждают, что ледники на планете исчезнут в ближайшие 25-30 лет США ищут инновационные подходы к лечению хронической боли в спине В частности, дегенерации дисков При которой они обезвоживаются, а затем ломаются или рвутся Группа исследователей из Лос-Анджелеса при поддержке национальных институтов здоровья Вырастила в лаборатории стволовые клетки Которые после инъекции в позвоночник могут образовывать настоящий функционирующий диск Таким способом можно предупредить появление воспаления И прорастание в ранее поврежденную костную ткань кровеносных сосудов и нервов, передающих болевой сигнал IT-гигант в сфере интернет-торговли Али Баба во вторник продемонстрировал свою генеративную модель искусственного интеллекта Это та же технология, которая лежит в основе нашумевшего чат GPT В ближайшем будущем она будет интегрирована во все приложения компании Во время презентации модель искусственного интеллекта Али Баба составляла пригласительные письма Планировала маршрут поездок и давала советы покупателям В четверг ученые представили новую и улучшенную версию изображения черной дыры М87 Которая впервые была показана научному сообществу в 2019 году Для создания снимка использовались все те же полученные еще в 2017 году исходные данные Но обработаны они были более совершенным алгоритмом машинного обучения PRIMO На новом изображении лучше видна центральная область М87 Она больше и темнее, чем в предыдущем варианте обработки Также на внешней стороне отчетливо видно тонкое яркое кольцо аккрецирующего газа Исследователи утверждают, что воссозданное изображение полностью соответствует их теоретическим ожиданиям У природы есть свои инструменты, позволяющие противостоять непрерывному воздействию человека на нее Например, мы знаем, что она использует специальные молекулы, гидроксиды Для очистки атмосферы от загрязняющих веществ В недавнем исследовании калифорнийские ученые смогли понять суть этого процесса Что позволит человеку лучше оценивать последствия своих действий Евгения Дюло поговорила с авторами открытия Сергей Нискородов занимается изучением химии атмосферы в Калифорнийском университете в Ирване Более предметно его интересуют механизмы самоочищения атмосферы А именно возникновение свободных радикалов, которые запускают этот процесс Эти свободные радикалы возникают в атмосфере из-за солнечного излучения То есть это нормальный механизм Солнечное излучение приходит Оно поглощается Там есть пара молекул, которые очень важны для этого Озон, диоксид азота И сам кислород в стратосфере И образуются эти свободные радикалы И они потом реагируют с углеводородами И атмосфера очищается До последнего исследования Нискородова считалось, что свободные радикалы Могут возникать только в результате фотохимии Нискородов в сотрудничестве со своими французскими коллегами Установил, что свободные радикалы могут появляться без воздействия света На поверхностях водяных капель В темноте, без всякого света Мы делали эти водяные капли И потом смотрели, появляется там этот OH радикал на их поверхности или нет Сам OH радикал увидеть невозможно Он настолько хочет реагировать со всем Что как только он появляется, он немедленно пропадает Он с чем-то реагирует Поэтому мы схитрили И мы посадили в капельку Молекулу, которая когда реагирует сувашим Становится флуоресцентной На поверхности этих капелек Спонтанно, без ультрафиолета Появляются свободные радикалы Просто расщепляется сама вода Здесь говорят, что это открытие имеет фундаментальное для науки значение Это исследование революционно Оно вдохновит на изучение химических процессов, которым раньше уделялось меньше внимания Мы всегда были сфокусированы на процессах, которые происходят под воздействием Солнца Но чтобы иметь более точное представление о том, что происходит с нашей атмосферой Нельзя исключать то, что происходит в ночное время В более практическом смысле это исследование окажет влияние на то, что учитывают современные модели Предсказывающие уровень загрязнения окружающей среды в крупных мегаполисах Текущие климатические модели пока не учитывают это новое знание А значит наше исследование очень важно для того, чтобы они были более точными в своем предсказании того, какое воздействие на планету будет оказывать изменение климата Следующим шагом, говорят исследователи, будет проведение экспериментов уже не в лаборатории, а в самой атмосфере, в разных регионах мира Евгения Дюло специально для программы «Детали» из Лос-Анджелеса Политические споры всегда отличаются особым накалом, и все из-за того, что переубедить своего оппонента у сторон получается крайне редко Часто спорщики недоумевают, почему очевидные вещи до человека донести невозможно И, кажется, исследователи из Университета Брауна, изучающие работу мозга, подобрались очень близко к разгадке этого феномена Каким выводом они пришли, знает Алексей Горбачев Многочисленные исследования свидетельствуют об усилении поляризации политических взглядов в Соединенных Штатах Пока аналитики рассуждают, какие долгосрочные последствия она будет иметь для демократии Ученые из Университета Брауна поставили себе другой вопрос Как можно объяснить различия в политических предпочтениях с точки зрения работы головного мозга? Мы пытались лучше понять то, в чем причина такой политической поляризации И почему она со временем усиливается Начиная с 70-х годов американское общество становится все более и более поляризованным Но особенно это стало заметно в последние 5-6 лет Для проведения эксперимента ученые отобрали группу людей Одна половина которых обладала ярко выраженными либеральными взглядами А вторая состояла из убежденных консерваторов Все они согласились выполнять различные когнитивные задачи Во время прохождения функциональной магнитно-резонансной томографии Измеряющей нейронную активность головного мозга Мы отобрали 360 человек и изучили, каких взглядов они придерживаются Затем мы выбрали тех людей, политические взгляды которых были наиболее поляризованы Чтобы они ярко выраженно склонялись к левым или правым Мы также хотели, чтобы они совпадали по возрасту, полуобразованию и социально-экономическому положению Для наглядности эксперимента количество участников было сокращено до 44 человек Из него были исключены люди, демонстрирующие нейтральность в отношении некоторых политических тем Затем испытуемые выполняли задания на чтение таких слов, как иммиграция, аборт, свобода При этом исследователи попросили испытуемых определить, носят ли эти слова политический характер Вы просто читаете на экране слова аборт, иммиграция или свобода Эти понятия не обсуждаются касательно того, насколько соблюдаются законы, что происходит на границе и так далее И мы видим, что просто чтение слова само по себе вне какого-либо контекста приводит к определенной реакции Которую вы можете наблюдать в головном мозге Оказалось, что люди, которые разделяли идеологию демократической партии США Имели схожие нейронные репрезентации, возникающие при просмотре слов вроде «свобода» или «иммиграция» Что отличалось от нейронных репрезентаций, возникавших у сторонников республиканской партии с консервативными взглядами Мы действительно видим эти поляризованные нейрологические сигналы у людей с республиканскими и демократическими взглядами Проявляющиеся, например, при слове «иммиграция» Ярко выраженная синхронизация в мозге единомышленников наблюдалась и при просмотре видео на политическую или острую социальную тематику Самым удивительным для меня стал тот факт, что люди по-разному переваривали один и тот же контент В зависимости от того, левые или правые у них политические взгляды Это объясняет очень многое Например, почему при просмотре видео столкновения полиции с протестующими Люди с правыми взглядами винят протестующих, а люди с левыми взглядами скажут, что во всем виновата полиция Тот факт, что мы сегментируем эту информацию по-разному, объясняет то, что мы получаем две разные интерпретации одного и того же контента По словам ученых, полученные данные позволяют глубже взглянуть на формирование политических предпочтений и реакцию на политические события И хотя люди, находящиеся по разные стороны политического спектра, обрабатывают политическую информацию в одних и тех же областях головного мозга То, как эти области реагируют на эту политическую информацию, отличается Следующий вопрос, который поставили перед собой ученые, понять, почему так происходит Алексей Горбачев, Юрий Закревский, специально для программы Детали Для большинства людей ноутбук является самым удобным гаджетом для работы и отдыха Популярность ноутбуков привела к тому, что они стали занимать значительное место и среди электронных отходов Усугубляет ситуацию сложность их вторичного использования Хоть некоторые компании уже задумались, как можно улучшить ситуацию и добились здесь определенных успехов То, что обычно занимает более часа, теперь можно сделать за несколько минут Моррисон работает инженером в Dell Technologies Ноутбук, который он разбирает, это прототип под названием Concept Luna Сейчас мы вынимаем оба динамика Данная модель является попыткой решить глобальную проблему электронных отходов 53 миллиона тонн электроники было выброшено на свалку только в 2019 году Переработку этого мусора затрудняет сложность разборки устройств Структурные элементы ноутбука, например, соединены винтами, клеем и проводами Если вы захотите отсоединить такую часть, как дисплей, то на это уйдет очень много времени А значит, только из-за того, что это сложно сделать, вторичная переработка будет невозможна Concept Luna позволяет решить подобные проблемы Ноутбук состоит из отсоединяемых частей, которые легко чинить и перерабатывать То есть новый ноутбук покупать не нужно, только вышедшие из строя детали Да, клавиатура, например, может изнашиваться, грязниться Но сама электроника внутри ноутбука в отличном состоянии и может быть использована повторно Вот пример того, как можно продлить жизнь вашему устройству Компании Dell заявляют, что дизайн Concept Luna может сократить выбросы углекислого газа, связанные с производством каждого такого ноутбука, на 50% Как для потребителей, так и для окружающей среды только плюсы Вместо еще 2000 долларов, потраченных на покупку нового компьютера У вас есть возможность легко отремонтировать ноутбук самостоятельно или отнести его, если хотите, в ремонтную мастерскую И отремонтирует его там, возможно, даже робот Автоматизированные системы, подобные этой, однажды смогут массово ремонтировать модульные ноутбуки Не допуская попадания на свалки еще большего числа электроники Для бизнеса экономия средств также может быть существенной Особенно, если собирать данные о состоянии и оставшемся сроке службы устройства удаленно Это могут быть данные о количестве нажатий кнопок или количестве раз использования сенсорной панели Система собирает эту информацию и определяет, к примеру, что 90% ресурса клавиатуры или, скажем, 90% ресурса аккумулятора использовано Предприятия, решившие заменить свои ноутбуки, тоже могут не допустить попадания электроники на свалку Более старые модели, которые нуждаются в некоторой реконфигурации, могут быть модернизированы, перенастроены и отправлены для дальнейшей службы в другие места Их дальнейшее использование возможно в школах и университетах, где обновленные ноутбуки могут принести еще много пользы Тина Трин, Андрей Деркач, Сергей Дагатарь. Специально для программы детали Это были детали. Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok